В России люди стали больше тратить на продовольственные товары. Об этом говорится в новом исследовании Российской Академии Народного Хозяйства. По данным за прошлый год, около 49 опрошенных тратили на питание половину семейного бюджета. А 86% опрошенных ответили, что предпочитают российские продукты иностранным, если цена у них одинаковая. Также социологи отмечают, что из-за несбалансированного питания доля детей до 5 лет с анемией увеличивается. В 2016 году она выросла до 26%. Детали исследования узнаем у моей коллеги в Москве, корреспондента отдела экономики Ольги Шаминой. Я надеюсь, что сейчас мы ее увидим. Ольга, приветствую тебя. Есть ли в этом исследовании какие-то данные о том, какие продукты сейчас в России популярны, на чем люди экономят? Ну, чтобы оценить популярность продуктов, можно сравнить эти данные, например, с нормами потребления. Соответственно, если так вот сравнивать, у россиян очень любят, например, всякие хлебные продукты. Это сам хлеб, макароны, различные крупы. Это действительно потребление этих продуктов намного выше всяких норм. Еще один такой любимый продукт россиян – это картофель. Кроме того, у россиян пользуются популярностью все, что связано с сахаром. Сахар тоже в России потребляется выше нормы. Кроме того, также это масла. В последние годы растет потребление мяса. При этом по некоторым видам продуктов россияне не дотягивают до нормы. Это овощи, фрукты, рыба, молочные продукты. Ну и, собственно, такую диету сложно назвать, в общем-то, здоровой. Как вы говорили, действительно растет распространенность различных заболеваний, связанных с этой неправильной диетой. Это и ожирение, и анемия. Ну и да, в последние годы россияне экономят. Чаще всего они говорят, что экономят не на самих продуктах питания, а на том, где их покупают. То есть они ходят там вместо магазинов на рынки и там более дешевые магазины. Или просто выбирают более дешевые продукты. Но при этом есть, все же есть в исследованиях, показывают то, что, например, лишь 20% россиян могут позволить себе, могут позволить купить себе фрукты лишь зимой, лишь раз в месяц. Собственно, также около 40% говорят, что они едят мясо реже, чем раз в неделю. Собственно, есть по некоторым косвенным факторам, можно говорить о том, что все-таки от некоторых продуктов питания россияне отказываются. Оль, если говорить о русских и российских и иностранных продуктах, после введения эмбарго на зарубежные продукты, после этой кампании по импортозамещению, говорят о цифре 86% опрошенных, согласно этому исследованию, выбирают, предпочитают российские продукты. Можно ли говорить, что эта кампания оказалась успешной? Пожалуйста, в двух словах, если можно. Да, вот эти 86% эксперты называют продуктовым национализмом. Фактически, действительно, во многих странах, не только в России, люди предпочитают местные продукты. Они считают, что они здоровее, полезнее, более качественные. Но в России, по мнению экспертов, действительно, очень активно есть недоверие к иностранным продуктам. Они считают, что западные продукты, в них больше химии, например.